Здравствуйте! В сегодняшнем ролике я хочу в рубрике Близ Турниры, Близ Партии, рассказать о партии, сыгранной недавно. 30 января была сыграна партия свежая, достаточно хороший рейтинг у моего оппонента был 1952 против моих 1913. Ну и чем примечательно, я играл черным цветом, но будем смотреть за белых с точки зрения поучительной игры именно в эншпиле. Посмотрим партию бегло и остановимся больше на эншпиле. Развязка, кульминация самой партии. Итак, давайте смотреть. Д4, С6, конь С3, Ж6. Перед нами современная защита или защита пирса Уфимцева, как вам будет угодно. Как мы видим, белые не идут на принципиальное продолжение, но тем не менее после хода Е4 все вернется на круги своя. Слон Ж7, Е4. И вот мы видим типичное построение, классический вариант защиты пирса Уфимцева, вот особенно после хода Д6. Итак, слон Е3, слон Ж4, слон Д3, конь Д7. Перевес белые могли получить после хода Х3 вместо хода слон Д3. Ну вот, сейчас в данном случае примерно чуть лучше у белых. Аш3 слон бьет Ф3, ферзь бьет Ф3, Е5, Д5, конь Д7. Перевес белых не вызывает сомнения, то есть они захватили пространство, но черные крепко стоят, слабостей как таковых нет. Ну вот, сейчас пешка на Д6 прослабилась, рокировка, ферзь, рокировка и ферзь Ж3. Ферзь Ж3. Ну, угроза, мы видим, какая с линии Ф белому ферзю в любом случае надо уходить, поэтому он уходит. И здесь вот надо было смело сыграть Д5, атаковать центр, но другой идеей соблазнились черные. Вот я сыграл Ф5, ЕФ конь бьет Ф5. Позиция даже лучше после хода ладья бьет Ф5 лучше у черных, но я решил сыграть вообще на пешечную армаду по Фелидору ЖФ. Ну, тут получил сразу слон Х6, ферзь Ф6, слон Ж7, ферзь Ж7. Ну и после размены ферзей можно было играть Эншпель. Как мы видим, у черных очень интересная пешечная структура создалась в этом варианте. Но мой соперник не меняет ферзей, отказывается от равной позиции, ухудшает свою игру таким образом. И вот здесь уже можно было сразу Д5 выправить пешечную цепь ходом Д5. Я же сыграл ладья Ф6. На атаку еще склоняются короля черные. В блице прижать и считать варианты, заставить соперника считать варианты, это хорошо. Ход ладья Ф6 чуть подвыпускает перевес. Ну вот после хода стандартного ладья А на Д1, как мы видим, перевес вновь, значит, у черных в единицу, в пешку. Надо было играть Ф4 в шаг и забирать пешку в С6. Либо выправлять структуру после хода Д5. После хода Д5 почему невозможно? Давайте посмотрим. Странно, кстати. Ферзь С4, Д5. А почему нельзя сыграть Д5? Сейчас спросим быстренько у компьютера. Пешка С6 ведь косвенно защищена. Ничего не провисает. А, тем не менее, возможно удар конь Бьет Д5. Да, мы видим, что ладья А8 оказывается под напряжением, поэтому вполне можно было сыграть Ферзь С4 и не опасаться в ходе Д5. Ну, сыграли ладья А на Д1, белые. Давайте все-таки поближе к хеншпилю, к развязке кульминации. Конь С5. Вот теперь уже Ферзь С4, теперь уже Д5 просто невозможно. Ферзь Ф7. Перевес черных улетучился, но после хода Ферзь Е2 вновь, значит, чуть лучше у черных. На победу могут играть только они. А5, ладья Ф на Е1, король А8, А3. Ну, вот, нет плана, как мы видим, у белых. Очень сложно им наладить взаимодействие своих, в своей игры. В то время как комбинируют черные. Ладья Ж6, ну, вот тут Ферзь Ж7 точнее было сыграть. Значит, ладья Ж6 допускает ход. Ход Ферзь Х5, а нет, Ферзь Х5 невозможен ход из-за ладья Ж2. Ну, значит, в любом случае точнее было все-таки с Ферзь Ж7. Ну, вот, король Х2 решается на такую вот игру белой стандартную. Получает ход ладья А на Ж8. И мы видим, что черные начинают давить еще и белого короля. Не только с лучшей пешечной структурой, но и давить белого короля. Ладья Ж1, ну, и вот здесь Ферзь Ж7 все-таки надо было играть, добавлять удар на пешку Ж2, заставить продвинуться пешку на Ж3 и уже в ослабленную прорываться позицию, в ослабленную позицию белого короля. Ход Ф4 подвыпустил перевес, но после хода Ферзь Ф3 вновь все очень неплохо у черных. И ход Д5, естественно, последовал. После хода Ж4 перевес просто катастрофический характер, значит, принял. Е4, вот мы видим, что прорываются черные по центру, ослабленные королю белых, находятся под напряжением. Ферзь Е2, ну и здесь вот точно надо было сыграть ладья А6, с тем, чтобы после хода Ф3, угрожающего, сыграть Ферзь Ф4 и ладья Бьет А3 мат просто поставить. Ну, давайте я покажу идею. Ладья А6, ну, допустим, невразумительный какой-то ход такой. Играем. Значит, Ф3. А нет, тут Ферзь Е3 же здесь ход. Ферзь Е3, на Ф4 не врывается. Так, ну, тогда посмотрим компьютерный вариант. Ладья А6. Ладья А6. Король Ж2. А Король Ж2 тоже нельзя играть. Ф3 последует удар. Ф3 удар. И мы видим, что остаются просто без Ферзя в данном варианте. Да, Ладья А6 было очень сильным решением позиции. Ну, вот Ферзь С7 с идеей все-таки сыграть Ф3, либо вынудить ход Ф3 и продвинуться до Е3. Тоже хитрый маневр. Перевес у черных. Ф3 вынужденно сыграно. Вызвали такой ход. И здесь надо было Ладья А6 все-таки продолжать играть. С тем, чтобы надавить на Белого Короля. Вместо этого последовал, значит, ход Ладья Е8. Но Ладья Е8 не защищена. Не грозит ни ЕФ, ни Е3 пока. Поэтому Ладья Е8 просто потеря темпа. Ферзь Д2. Мы видим, что Ферзь заходит на Д4. Ну, и здесь ошибка последовала. Комбинационная тактическая ошибка ЕФ. Необходимо было, конечно же, коня спасать. Ну, и после этого выигрывать партию. После же хода ЕФ. Ферзь Д4. Король Ж8. Ферзь Д5. Мы видим, что полторы пешки выигрывают Белые теперь. Ну, у них просто по позиции хуже. Но лишняя фигура. Ладья Е3. Конь Д5. Возвращают. Пытаются. А, это комбинация. Комбинация, да. Конечно же. С СД играть нельзя. Ферзь под связкой. Ну, и здесь ничего не оставалось, как надо было играть ладья Е2, спасая сначала ладью. Спасая ладью. Ну, и затем, значит, выправляя Ферзя. Выправляя Ферзя. Кстати, угрожая еще и матом. Давайте вот посмотрим. Вариант интересный. Ладья Е2. Король Х1. Ладья А6. И от угрозы мата Белые вынуждены отдать фигуру назад. Отдают фигуру назад. Конь Ф6 играет. Ну, и после ладья Ф6. Ладья Ж на Ф1. Мы видим, что примерно равенство на доске. Правда, теперь уже выиграть могут только Белые. Черным же предстоит... Но пешка, правда, продвинутая. Ф4 остается на доске у черных. Поэтому свой козырь единственный они могут предъявить, который позволяет им надеяться на ничью. Ну, последовал ход Ферзь Е5. Комбинационный такой ход. Как мы видим, значит, это ошибка. После хода Ферзь С4. Вот такого маневра надо было таким образом встать. Но кто бы мог подумать, что, оказывается, можно отдать. Вот давайте посмотрим. Отдать коня. Но сыграть ладья Б5 и угрожать скрытым шахом. Нападение на Ферзя, как мы видим. Победа Белых. Легкая победа Белых. Это был последний шанс у соперника. Он сыграл комбинационно конь Е7. Но просчитался. Потому что после хода простого Ферзь Е7 по нулям оценка компьютера. Ладья Белых Е7. Ладья Белых Е7. И вот мы подошли к кульминации поединка. 35-й ход. Соперник играет стандартно ладья Ж на Е1. Следовало немедленно заняться проходными пешками черных на Ф3. И в первую очередь на Ф3 и Ф4. То есть сыграть ладья Ж на Ф1. Ну а вот последовал ход ладья Ж на Е1 вместо Ф. И здесь был прекрасный удар, парализующий просто всю игру белых. Ладья Е2 шах. Ничего не оставалось после этого хода. Как разменяться ладья Белых Е2. ФЕ. Ладья Е1. Ф3. Король Ж3. Ладья Ф6. Здесь мы видим, что произошел коренной перелом. Просто запатованы последние фигуры у белых. И ладья, и король. Извиняюсь. Король Ф2. Король Ф7. Б4. АБ. А4. Вот проходная пешка, казалось бы, последний козырь. Но король успевает вовремя. Король Ж6. А5. Король Ж5. А6. Король Ф4. А7. Ладья Ф8. Ладья А1. Ладья А8. И мы видим, что пешки С6 и Б4 обеспечивают отвлечение белой ладьи. Ну и легкий выигрыш. Легкий выигрыш. В данном случае штаны просто на доске. Штаны на доске. Ну, как тут сопротивляться? Давайте попробуем понять, что тут следует делать. Ну, во-первых, неплохо бы, неплохо напасть, напасть на пешку С6, угрожая разменам. Что ж, вполне логично, что черные в этом случае продвигают пешку дальше. И здесь необходимо уничтожить пешки. Либо С5 и Б4 уничтожать пешки, либо заняться еще более опасными пешками Ф3 и Е2. Разрываться ладья просто не в силах. Ну, давайте попытаемся что-то сделать. Ладья С6. Естественно, ладья бьет А7. Последний козырь ликвидирован. Ликвидирован. Казалось бы, уничтожены связанные пешки на ферзьном фланге, но остались связанные пешки на королевском фланге. И самое главное, что легко выигрывает. Угрожает уже просто маг ладья Ф1. От него практически защиты нет. Единственный ход ладья С4 шах. Король Е5. Король Ф3. Ну и ферзь прошел, и мы видим, что победа. Поэтому защиты уже таким образом не было. Это был вот ключевой момент для черных на ошибку белых. Причем стандартная ошибка белых в этой позиции. То есть они просто рассчитывали разменять ладьи. И в этом случае, значит, по нулям оценка компьютера. По нулям оценка компьютера разбитые пешечные силы на королевском фланге у черных. И пешки, соответственно, все слабые. Одни островки. В то время как, значит, после уничтожения пешки Ф3, угроза белых на ферзьевом фланге в их пешечной гряде очень даже серьезна. Но последовал ход ладья G на Е6. Также, как мы видим, размен ладей, но только в другой редакции. То есть это, в принципе, белых устроило. Ладья бьет Е6. Ладья бьет Е6. И здесь белые умудрились проиграть равный Эншпиль. Вот этот равный Эншпиль они умудрились проиграть. То есть мы видим, что черные, значит, ничего не наварили. Никакого темпа не наварили, сыграв ладья G на Е6. После размена просто-напросто под защитой пешка С6 автоматом стоит. Не более того. Ну вот последовал ход король G1. Все еще нормально. Король F7. Неточный ход у черных. Но они играют по плану черные. В то время как белые играют беспланово. Ладья D2. Ладья D3 надо было играть, заняться уничтожением пешки F3, как я уже сказал. Ладья Е2. Вот теперь ладья Е2. Как мы видим, король приблизился к центру. Этого достаточно для того, чтобы затеять уже игру на победу. Как ни странно, черные играют на победу. Ладья Е2. Это просто-напросто, ну как мы видим, размен невозможен. Но вот ход ладья D7. На это и рассчитывали. Черные играют король Е6. Идут к центру. Теперь масса ходов у белых была, вплоть до того, как сыграть ладья Бьет А7. Как они сыграли. Так и заехать за пешкой А5. Можно было заехать. То есть, ну и в данном случае выбор пал на то, чтобы организовать связанные проходные на королевском фланге. Но не успевают они со своим планом. Ладья Бьет С2. Пешки ферзевого фланга падают. Б4. Точный ход А4 последовал. Вот это важный ключевой ход, пожалуй, я его выделяю самым важным. Значит, избегая размены. И самое главное, заманивая, как выяснится, заманивая белых на проигрыш. Ладья А7 это еще не проигрыш, считает компьютер. Но стратегически, конечно, это плохой ход. Как тут можно было играть? Ну, ладья С7 надо было играть. Советует компьютер сам. Компьютер советует. Ладья С7. И мы видим, что ладья страхует себя от проигрыша. Тем, что заставляет короля двинуться. Король двигается на Д5. Следует шаг на Д7. И мы видим, что если пойти королем на ферзевую фланг. Скорее всего, вот этого испугались. Значит, белые. Тут, как ни странно, по нулям оценка компьютера. И надо играть король Ф1. Король Ф1. Ну и полное уничтожение тут следует. Ладья А2. Вот этого, наверное, испугались. Продолжение. Хотя и не видели до конца. Ладья Д6. Ладья БЮТ А3. Ладья БЮТ С6. Король Б3. Б5. Ну вот, наконец, пешка пошла. Ладья А7 вовремя защищаясь. Ж5. Теперь, как мы видим, разбитые пешки не только у черных, но и у белых. Ну и после хода короля А3 взаимные угрозы. Как мы видим, вот такой интересный эншпиль. Но после хода ладья А7, такого стандартного. То есть, как бы, белые считают, что их позиция выиграна. Но вот сейчас самая кульминация. Как выяснится, у черных находится просто удивительный, в данном случае, ресурс. Итак, король Е5. Последовал ход. Ладья БЮТ А4. Ошибочный ход. Еще не поздно было сыграть король Ф1. Защищаясь от угрозы продвижения пешек. Ф3 в первую очередь. Тут последовал ход король Е4. Не совсем точный. Можно было сразу играть Ф2. Но, тем не менее, достаточный, вполне достаточный. И более того, ставящий красивую ловушку. Итак, Б5. Играют белые. Шах, как мы видим, скрытый. Но король спокойно идет атаковать белого короля. Король черных идет атаковать белого короля. И выясняется тут просто следующее. После хода БЦ мы видим 4 пешки у белых против 2 пешек у черных. Но все решает то, что здесь в данном случае Ф2 шах. Король Ж2. Ладья С1. И угроза просто-напросто Ферзя поставить. Приходится отдавать ладью. Ладья бьет Ф4. Король бьет Ф4. Здесь можно было сыграть ладья Ж1. Между прочим. Не отдавая в данном случае Ферзя. Но в другой редакции просто сыграли черные. Времени было уже мало на часах. Король бьет Е2. Тут даже еще более прослеживается четко линия. Король бьет Е2. Ладья бьет С6. И мы видим, что просто лишняя ладья и все пешки посыпались у белых. Еще последовала король Е2 из последних сил. Ладья С3. Удар на две пешки на обоих флангах. А4. Ладья бьет А3. Король Д2. И ладья успела вовремя уничтожить все пешки. И таким образом белые сдались. Ну вот такая партия. Надеюсь, Эншпиль вам этот пригодится. Который был ладейный. Ну и сама партия. Надеюсь, вам понравилось. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. До свидания.